Евангелие от Марка, 2 глава, 23 по 35 стих. К этому, выделив одно слово, будем особенно внимательны к слышанному. О чем проповедь была? О внимании. Все только о внимании. А здесь говорит так. И наблюдали за ним, за Христом. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Я решил объяснить словом, или рассмотреть по Священному Писанию слово наблюдать. А там написано внимательно, очень похоже и близко. Чтобы мы наблюдали, а зачем наблюдали, это надо решить. Вот ребенок один ничего не видит, а другой придет и рассказывает. Самое маленькое, там о психике, такие особенности, какой ребенок наблюдательный. То есть он вызывает в нас интерес. Кто-то считает Священное Писание, ничего не может сказать. А другой смотришь, а вопрос за вопросом у него, он наблюдательный. Значит, человеку дано это наблюдение, но надо понять, куда его направить. Вот эти наблюдательные люди, они стали наблюдать за Господом, подсматривать, не сделать ли что-нибудь оплошное, то есть за это его ухватить. То есть талант направили совершенно по другому направлению. В книге Исход, 1 глава, 16 стих. В первой встречается это слово. Фараон вызывает акушерок. Наступило время родить еврейки. И вы наблюдаете, если мальчик, то умерщвляйте его. А если дочь, то пусть живет. Вот зачем наблюдали. Сегодня кричат о демографической катастрофе. Население России стремительно убывает. Беда. Я никакой беды в этом не вижу. Рассматриваю. А кто сказал, что у нас должно быть 200 миллиардов? Это нам кажется, что Китая 2 миллиарда, если только это много. А может быть, в сравнении с ангелами, это всего лишь капля только. С чем мы сравниваем-то? С земными понятиями. Израиль вышел и говорит, как многочисленный народ. И Соломон сразу стал просить, Господи, ведь это не 2 человека. А может быть, 3 миллиона было. Дай мне мудрость уходить. 3 миллиона. До нас-то не 3 миллиона, а больше 100 миллионов. Да Израиль никогда до этой цифры при жизни не достигнет. Сегодня насчитывает 13 миллионов. Ну не 13, пусть 20 даже. Но дальше-то больше-то нету. Может быть, какие-то там полукровки остальные идут. Да как же так, такой древний народ. В Бога это вымерено было. Китай, который не знает истинного Бога, миллиард. А истинные служители Бога, знающие Его, вот на таком остановились. Может быть, в этом благословение особое. Но мы видим, исполнил Господь. Посмотри, будете как звезды небесные. Вот против этого будут воевать параоны разные, ставят препятствия. Мы должны заботиться о духовном рождении. Как только мальчик, кем он будет, начинает гадать. А ты сразу думай, это будущий служитель Божий. А если она, это помощница может быть. А это может быть будущая благовестница пойдет по миру. Когда смотришь, ну и как понимали в православии, никогда на это не смотрели. А вот чтобы культурно развитый человек был, понимал искусство. Вот у него такие знатные были предки. А если священники, значит, пошел в монахи. Я не нашел нигде ни разу, ни в одном житии святых, чтобы родился ребенок, и сказали, да, родился благовестник. Научим его, пойдет проповедовать Слово Божие. Это главное назначение человека. Идите по всему миру. Христос уходит и в последний наказ. Обычно в последний. Сейчас мы даем самые важные наказы. Книга Числа, 18 глава, 17 стих. О чем мы должны наблюдать? Наблюдайте священство. Если кто посторонний подойдет к нему, попытается быть священником, да будет предан смерти. Нас Господь сохранил от этого. Сейчас в больнице лежит наш епископ. Вот наш брат разговаривал, я понял, может быть даже с епископом, с врачом. Так? И какое его состояние, как он там ведет себя, даже уже это узнали. Прикинем, что епископ умер. Его не будет. Да, надо будет думать. Другой вариант. Батюшка не вернется. Эти варианты нужно уже проигрывать заранее. А что мы будем дальше делать? Как? Но самое главное, чтобы мы наблюдали за священством. Никуда мы не можем отойти, ни в какую святку. У нас священство, вера православная. И до тех пор мы будем православными, нас будет называть сектантами, как угодно. Мы останемся истинно православными, пока у нас будет православный епископ. Хорошо, наблюдайте за этим. Нас не будет. Я не все время буду, каждый раз, выходить на проповедь и говорить. Но за этим наблюдайте, чтобы он был истинно рукоположен. Рукоположение было до апостольских времен. Это церковь Христова твердо установленная. А если кто-то провозгласит себя, предать смерти. То есть отвергнуть. Во второзаконе, 5 глава, 12 стих. Зачем нужно наблюдать? Хорошо наблюдать, как судим. Как рассуждаем. Быть истинными, искренними судьями. В второзаконе, 12-23. Наблюдайте, что едите. Не ешьте с кровью. Вчера на занятиях мне был задан вопрос, что такое кошерная пища. Кошерная это евреи. Специально его пускают, у них знак качества стоит. Как захолят русские патриоты. Да мы, жидам, помогаем. Мы участвуем в их сатанинских действиях. Бред. Это означает, что там нет свинины, нет крольчатины, нет крови. А экологически она может, эта пища даже не чище. На их закон ветхий мы соблюдаем, согласно деянию 15 главы. Так что, кошерная тебе пища, если написано, соблазняет, перекрести, говорит, молитва освящается, всякая пища. Ничего в этом нет. Так это и гложертвенное. Человек не знает, что говорит. Да разве иудеи позволят, чтобы гложертвенное было? Как они? У них это главный наказ был, нигде, чтобы к идолу не прикасаться. Идоложертвенные, это язычники, совершенно ничего не знают. Тут ничего нет. Просто они любят своих людей. И хотят, чтобы они не осквернялись, ибо со скверными Бог дела не имеет. Да когда нам что делать? Поревновать им. Пускай наши кошерные православные знаки стоят. Что там нет крови, нет отравленной пищи, экологически чистый продукт. Пусть патриархия ставит, что осветили и святой водой. Я бы только такой вид сделал. Православный кошер и все. Давайте встречные движения создадим. А когда они увидят, что мы делаем все как должно, так и может быть и евреи нашу пищу будут брать православную, то они злится. Вот они в России, смотри, наглые какие, свой знак ставят. Так это надо поревновать им. Что находясь не на родине, они так заботятся о своих прихожанах. А вы не смотрите попы, кто что ест, что пьет, запилиться. И какую пищу-то едят? Убитые удавлены колбасу с кровью. Мы-то против них-то проигрываем. Не бойтесь прямо смотреть, не лукавьте никогда. Это уже патриоты настраивают нас против. Если бы Цыган был президент, ладно. А если евреи там в обморок падают? Да пусть он и еврей будет, чтобы правильно руководил. А он жид, он не может, он масон. Да не знаем мы, но так говорить-то надо. Оправдание какое-то иметь своим словам-то. Ни одно слово не подтверждается. Мы запились над нами все время варьяги. Русские-то все время они где-то искали на стороне руководителя. Еще и удивляться. Третья книга Сарс. Вторая глава. Третья стих. Наблюдай за путями своими. Тут уже все. Внимание. Куда ходил? С кем разговаривал? Холодильники свои проверьте, пожалуйста. Посмотрите. Все ли там согласно православного поста? А когда пост кончится? Нет ли этой птицы, которая током забита электрическим? Есть ее нельзя. Кровь не выпущена. А в кошерной пище крови нет. Я определенно, точно знаю. Далее. Второзаконие 12.23. Наблюдайте и не ешьте с кровью. Салмопея 38.2. А, Господи, сколько людей наблюдает за моими путями? Испытали мы это или нет? Или мы безразлично как живем? Если мы правильно поступаем, то написано, наблюдали за Господом, не исцелит ли, чтобы уловить Его. Если мы поступаем точно по Евангелию, за нами обязательно будут наблюдать родственники, знакомые, как мы говорили, как молились. Обязательно за нами будут наблюдать. Это нам только кажется, что нас не верит. Как мы оделись, как вышли, это будут передавать еще потомкам. Мы не знаем, может, община в последнюю неделю существует. Но за то, что мы здесь были, уже мы благодарны. А то, что получили, наблюдайте за этим, сохраните и понесите дальше. Может, потеряемки не будет. Мы ничего же не знаем. Бог может посылать нас в Вавилонскую арабцу, а здесь закроется, ровное место будет. Соломопевец 55.7 говорит так. Притаивается, наблюдает за моими питами, чтобы уловить душу мою. Вот куда люди направились. Отсюда вывод, чтобы я ни за кем не наблюдал. Знай себя. Не подглядывайте друг за другом. Люди начинают смотреть. Потом переносят всякие молвы. Смотри за собою. Витя Соломона 19.8 Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Благоразумие это надо найти по Священному Писанию. А что главное благоразумие? Быть среди верующих, никуда не уклоняться, детей от себя не отпускать. Особенно смотрите за девочками. На шаг нигде не отпускайте их. После этого только будете горько-горько рыдать и плакать. Наблюдайте. Какое поведение, как говорят, а то нехорошо наблюдать. Да ты обязан наблюдать. Она личность. И личностью она будет, когда будет жить самостоятельно, когда ты ее наставишь. Прича 27.23 Хорошо наблюдая за скотом твоим и имей попечение от стадов твоих, мы сделаем шире. Если у тебя есть дача, огород, чтобы у тебя все росло, не заросшее было травой. Чтобы у тебя было из чего уделять нуждающимся. Вот куда наблюдение должно быть. Ты на производстве все время, чтобы у тебя был рост. Где ты находишься? Смотри. Что-то изучай. Передают какие-то экзамены. Наблюдай за этим. Прича 27.23 И далее. Прича 31.27 Внимательные люди наблюдают за хозяйством. Иеремия 8.6 Я наблюдал и слушал. Пророк говорит. И вот они не говорят правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Они не хотят делать добро. Вот какой анализ он провел в стране и нашел. Никто не ищет. Но слово никто это обобщающе. Может быть кто-то где-то и был. Почему перед революцией никто это не сказал? Что нигде православная вера настоящая не была. Нигде не было евангельской проповеди. Библия не пользовалась авторитетом, как сегодня. Ну ходили мы прощенные. Видели, как против Библии поднялись. И тут же стоят священнослужители. Какие злые слова они говорят. Языки 44.24 Они должны Священники присутствовать в судах И судить по уставам моим И наблюдать за законами моими. Ну у нас этого не может быть. Но однако священники должны держать под контролем все. Молиться об этом. Чтобы Господь дал Разумение этим властям. Осия 12.6 Обратися ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд. И уповай на Бога Утверждающего истину. Все время вникая в слово Божие И смотри, истинно ли так Наша жизнь идет. Вот о чем я сегодня вам сказал. Вы уже сегодня заинтересуетесь. Мы должны научиться Свободное время Занимать божественными размышлениями И песнопениями. Свободное время Научиться что-то петь. Серьезно к этому отнеситесь. Я помолился И все содействует этому. Чтобы завтра у нас Дело строилось. Захарий 3 глава 7 стих. Так говорит Господь Савовок. Если ты будешь ходить По моим путям И если будешь На страже моей То будешь судить Дом мой И наблюдать За двором моим. Какие данные Должны быть У священников Какие задатки Чтобы быть Во-первых Внимательные К слову Божию Чтобы стоял на страже Ему было небезразлично На нарушение закона Смотрел он С тревогой И однажды Прочитав канон Православный какой Собора Старался его выполнить И вот такого Надо ставить священникам Чтобы Священникам Чтобы он наблюдал И за двором. Это Нужно поставить им Требования Документов Когда подают Семинарию. Мы сегодня Только говорим об этом А может когда-то Это исполнится. Малахия 2.16 Наблюдайте за духом вашим И не поступайте вероломно. У нас были такие Которые поступали вероломно. За глазами Судили И наконец все рухнуло Нигде ничего нет. Лука 8.18 Наблюдайте Как вы слушаете В данный момент Сейчас Как слушаете Запомните одно слово Я просил Наблюдать За самим собой Наблюдать за законом Божиим Вникать в себя И в учение Пропотя имеет Определенное Назначение Пройти по священному Писанию И посмотреть А куда мой взор Должен быть направлен Смотреть за собой Смотреть за законом Божиим Лука 20 Глава 20 Когда за ним Наблюдали за Господом То подослали Лукавых людей Чтобы уловить Его в слове Если мы будем Проповедовать Обязательно рядом Будут какие-то люди Которые что-то знают Друзей почти нет Когда проповедуешь Редко-редко Кто благожелательно А остальные Только уловить А вот Ты не перекрестился Значит Перекреститься надо А у тебя Библия На ней креста нет Вот поставь крестик У меня знакомый один Стал давать слушать Глатаул Стабарке нельзя Магнитофон Это от Патаны От Антихриста Он тогда взял фольгу Серебристую И на крест Наклеил магнитофон А уже на крест Бабки не скажут Все стали слушать Ну приноровиться Как-то маленько Посмотри Что получится Второе послание Иоанна Первая глава Восьмой стих И не сообщайтесь С теретиками Чтобы не потерять Того над чем Вы трудились Наблюдайте За собой С кем сообщаетесь Когда человек Входит в общение С неправославным Он очень быстро Может зародиться Но я думаю У нас все таки Противоядие очень сильное Что бы они нам Не сказали У нас все это есть Нам ничего Не могут сегодня дать Ни яговисты Ни баптисты Ни субботники Никто не может дать Что бы они не показали А у нас это В большей полноте Это совсем уже По неразумию Мусульмане Могут показать нам Кое что Чего у нас нет Вот эта строгость У них Но у нас этого нет У нас вообще По нашему закону Этого нет Чтобы выпил И голову отсекли Ну мы Проповедуем Сухой закон Я говорю Я говорю Чтобы только на свадьбах И только для неверующих родителей Там поставить Какую бутылочку Посланники Емреям 12.15 Наблюдайте за собой Что бы кто не лишился Благодати Божией И что бы какой горький корень Возникцев Не причинил вреда И что бы кто Не оказался опоздавшим За этим надо наблюдать Если человек что-то говорит И вы заметили Неправославно Мыслит Подставьте Пананализ Скажите Давай С верительницей С братьями Побеседуем Не отвергая его Наблюдайте за тем Что имеете Серах 5.23 Наблюдая время И храни себя От зла Сколько прожил Столько ты не прожил Мы не успели Начать строить Потеряевку А мы еще уже Отмечаем 15-летие Я сейчас прикину и дальше Да нет Впереди меня уже Столько времени нет Никак нет Я совсем не надеюсь А как быстро Это время пролетело Наблюдай И спасение к нам Сегодня ближе Чем когда мы уверовали Что-то не знали Какие-то были грехи С годами это отмирает Мы сегодня ближе К спасениям Наблюдайте За временем Которое Бог отпустил Где бы что не прочитал Авария Вот сейчас пишет Пала крыша Четыре автобуса Заголовок В лепешку А это мог быть я И где что случилось А это могло быть Мое место Я ведь недавно Только там был Вот ударили В эти небоскребы А я в 92-м году На крыше этого небоскреба Был 5 долларов Туда экскурсия была Я оттуда рассматривал Ту статую свободу А могло и тогда ударить И я думаю А как бы я себя вел Вот ударили Она наклоняется Конечно страшно Я глянул вниз И там люди Как в букашке ходят Ну что два этажа Наблюдайте время Сирахов 14.10 Наблюдай Чтобы тебе Не быть обманутым Нужно жить Не так Чтобы любому Доверяться 10.17 Ивангелие от Масея Говорится Остерегайтесь людей Ибо они будут Средавать вас Надо быть внимательным Никому Нигде Непроверенному Не доверяй Вот у меня вчера был Гой здесь И я сказал Внезапно пришлось Так ему ночевать здесь Наши браты здесь Ни на одну секунду Одного Чтобы нигде не оставлять Согласно Согласно Тогда ночует Сегодня он уехал Видимо Пока здесь Его не будет Потому что Стали более внимательно Наблюдать И нашли Что у него Очень неблагополучно В семье Ему надо быть В семье И тут как раз Жена позвонила Все сошлось на то Чтобы он вернулся домой Видите Наблюдательность наша Позволила буквально В четыре дня Все поставить на свое место И у нас там потерялись Что за это время было Вновь приехал священник Только благодаря наблюдательности Все выявилось И сегодня все уже Стоит на своем месте Значит Надо быть наблюдательным Не с закрытыми глазами жить И просить у Бога Чтобы глаз всегда был открытый Не судить На согласность Священного Писания Непонятно Советуйся Сознающими Ты можешь советоваться Тогда Когда у тебя есть друзья И ни за кем Не наблюдать Если явно видишь Уклоняется в ерить Переспроси Запомни Призови его к старшим Итак Люди Которые наблюдали за Христом Они выглядят Крайне Непривлекательно Но через них Мы научились многому Зачем Должны мы наблюдать Чтобы не оказались В числе таких людей Ни на кого не сказать Худрое слово Чтобы не похулить Духа Святого Аминь Субтитры создавал DimaTorzok